Когда мы вырубили все инструменты, у нас в продажу пошли. Поэтому Wildberries тоже чудит. Вообще, мама дорогая. Помните, как в той игре? Wildberries засыпает, просыпается. Яндекс.Маркет. Мы поехали во Внуково в ночь отвозить, короче, я там эти три браслета. На первых порах я вам не рекомендую пользоваться инструментами на Озон, так тем более. Отработал он х**а. По-другому я не могу описать ситуацию, которая сейчас в Wildberries происходит. Потому что я вот записываю видео. Мы встретимся фразами честными, задержками на двои. Губительная слабость, на двои губительная радость. Мурашки, посты, ноги по холодному паркету. Ну что, ребята, у нас Озон продолжает лидировать по количеству продаж. Вот сейчас как раз несу блага. Озон прямо у нас в доме. Пункт приема и выдача. И, собственно, Озон лидирует по количеству заказов. Но он еще и лидирует по количеству сожранных бабок, потраченных на инструменты продвижения. Там очень дорогие инструменты продвижения внутри. Я о них расскажу чуть позже. Еще одна неприятная ситуация была с складом, с сортировочным центром, скорее всего. Это был сортировочный центр на Чертановской. На Валберис я туда возил-возил. Помните мои вот эти вот покатушки? И туда приезжаешь, и тебе просто говорят, все, чуваки, теперь вы должны платить еще дополнительно. Потому что мы там, типа, Валберис расторг договора с вот этими складскими, какими-то сортирующими центрами. И теперь, короче, не аллей. Поэтому мне пришлось последнюю доставку с чуваком, благо чувак курьер. Ему тоже нужно было отвезти на склад в Чертаново, но он не работал. Мы поехали во Внуково в ночь отвозить. Короче, я там эти три браслета отвез во Внуково и просто охренел. Поэтому Валберис тоже чудит. Вообще, мама дорогая. Там какие-то акции проходят, что-то там опять владельцы ПВЗ жалуются и так далее. Мы последний случай. Помните, я говорил, что мы ночью приехали на сортировочный центр, который был на Чертановской. Мне просто по факту ставят. Говорят, все, мы теперь, там, Валберис расторг договор. И теперь вам надо платить, чтобы мы за вас упаковывали, отвозили. Да, как бы мне пришлось ночью. Благо там человечек нашелся. Да, ночью ехать во Внуково. Я вот рассказывал, показывал сториз. Во Внуково мы уже поехали. Уже конкретно не сортировочный центр, а именно склад огромный. Вот. Я первый раз на таком большом складе был. И, собственно, вот эти вот два браслетика. Три. Три браслетика. Пришлось отвезти во Внуково. Соответственно, это затраты на дополнительную логистику. Затраты на... Ой, на все сопутствующее. Поэтому то, что сейчас происходит в Валберисе, я не знаю. К чему это в итоге все приведет. Но у нас, например, как Озон на первом месте работал, так он, собственно, и работает. По количеству заказываний, правда, конские комиссии просто. Да, и инструменты все мы там по-выключали, но он работает. И вот мы сейчас пытаемся раскачалить Яндекс.Маркет с помощью внешних источников трафика, таких как Антиэкстерико. Вообще не чудит только скуп. Да, скупят? Иди сюда. Хотя нет. Иногда чудит. Озон недавно разослал по кабинетам селлеров, это было в канун, перед 8 марта, бонусы. В количестве 5000 бонусов, 5000 бонусов это равно 5000 рублей. Ну, типа, чтобы селлеры прочувствовали инструмент трафарета. Да, так сказать, у них там еще такая глобальная рассылка была, типа, вот вам 5000 бонусов, чтобы вы, собственно, на себе испытали, что такое инструмент трафарета, как он круто работает. Вот, отработал он, как и всегда, собственно, что за бонусы, что за свои собственные бабки. Вот, там, собственно, есть, когда ты включаешь трафареты, то там окна, ну, вот это вот среднестатистическое количество кликов, CTR, там, показы, сколько переходов в карточки, сколько переходов в магазин и так далее. Вот, и там есть конечная, ну, в конце вот эти вот окна атрибуции, конечный столбец это ДРР. И я не знаю, ну, как бы, на что рассчитывает Озон, когда он просто глобально на всех своих вебинарах, там, бесплатных форумах, семинарах каких-то, я не знаю, призывает селлеров к тому, чтобы все включали трафареты. Я вот сейчас принтскрин прикреплю сюда специально, и ни разу у нас, там, ДРР не вышел, там, ну, ниже 60%, а ДРР – это доля рекламных расходов. Чтобы вы понимали, когда это 60%, это значит, что потраченное, там, например, условно, 100 рублей вы потратили на рекламу, и 100 рублей стоит ваш продукт. Вот вы, если 100 рублей потратили, ДРР, значит, будет 100, если вы потратили 50, ДРР будет 50, соответственно, чем меньше ДРР, ну, ДРР должен быть ниже, низкий. Вот, соответственно, я не знаю, как описать этот инструмент, может, у кого-то он работает, у нас он не работает, поэтому, когда мы просто отключили все инструменты продвижения, трафареты, когда я вырубил отзывы за баллы, когда я перестал пользоваться рассылкой бонусов клиентам, когда мы отключили премиум, после отключения премиум, между прочим, Озон вырезал просто стату из кабинета, и теперь стату в кабинете нельзя смотреть. Просто, представляете, у вас крутится реклама, а вы статистику не можете. Посмотрите, там два столбца открытых, которых, ну, просто там, типа, которые, ну, которые вообще, как бы, информации никого не дают. То есть количество показов, карточек, количество заходов в карточки, количество там товаров в корзине какой-то, ничего не видно, просто закрытая стата. И вот, когда мы все нахрен поотрубали, потому что у нас ноябрь, декабрь, сейчас скажу, сентябрь, ну, так, декабрь, январь, февраль, февраль был просто минусовой, просто минусовой месяц. Вот вообще просто, у нас там минус 15 тысяч было в кабинете. Когда мы вырубили все инструменты, у нас продажи пошли. Ну, я не знаю, как объяснить, просто, типа, на первых порах я вам не рекомендую пользоваться инструментами на зонбек, тем более. Мы встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость, на двоих, губительная радость, мурашки, посты, ноги по холодному паркету.